Добрый вечер, дорогие друзья! Вышли мы на улицу, и все в делах, все... Ой, Саша газон подстригает. Оля делает эту, как ее, господи, альпийскую горку. Но там она не альпийская получается, а... Ну, в общем, полуальпийская, короче. Ну, красиво будет, должно быть красиво. Сегодня весь день мотались вот туда, туда, туда. Ой, заглушил газонокосил, какой-то ужас. Вот я вам говорила, у Глеба, вот это мне нравится, вот это сочетание цветов. Вот оно у меня такое. Привет! Привет! Я посадил огород! Пойдем. Я посадил огород. Вот так. В огороде растет чернослив. Сливки, помидоры, ледейские там, салат растет. Представляете? Даже у меня там все, что хочешь. Даже фрукты растут. Да ты что! В этом огороде. Даже ягоды. Ты нас то угостишь? Конечно. Сейчас еще понасажу кучу, и принесу вам весь урожай. Хорошо. Спасибо, сынок. Ну вот уже, мать, с голоду не пропадем. Сын-то накормит. Ну и вот. Ой, сегодня где только ни были. Нам сегодня подсказали магазинчик один. И действительно магазинчик хороший. Я вообще нигде не видела еще столько семян и столько всяких удобрений для цветов, для кустарника, для ягодных этих кустарников, для деревьев, для всего-всего-всего. И вот очень интересный магазинчик такой. Ой, фигурки садовые там. И вот мы с Олей туда как попали сегодня. Ой. Купили две фигурки садовых. Ну, одна фигурка у нас пойдет... Челечка. А, думаешь? Одна фигурка у нас пойдет на фонтанчик, на водопадик. Там лягушка такая, классная лягушка. В водопадик, кажется, заиграл с ней. Вот. А вторая, гномик, пойдет на этот... Вот сюда вот. Чтобы мы в беседке очень часто сидим, чтобы все-таки глаз радовало. У нас уже очень много фигурок. И купили сегодня вот эту туя-то пропало, купила Оля Можжевельник. А вот эта туйка с нее толку не будет. До нее дотрагиваешься, и она прям осыпается вся. Вот. И это... Мы там проконсультировали с этим там... Продавец, консультант этот, он говорит, нет, раз она вся так сыпется, с нее толку уже не будет. Там, главное, одна веточка зеленая. Но я так понимаю, вот эта одна веточка будет расти, но она в итоге погибнет. А с этой толку не будет. Она вот реально насыпется, как порошок. Уже высохла. А там, в этом магазинчике, каких только нет саженцев. Вот в смысле, там и голубая ель, и сосна, и просто елки какие-то, и всякие разные эти... Оль, как, туйки разных сортов. И можжевельник. А Оля-то все время хотела можжевельник. Она до этого говорит, мам, я можжевельник хочу. И там вот она увидела можжевельник и говорит, давай возьмем. Я говорю, давай. Ну и вот сейчас мы... Че, Оля? Че, пойдумает. Че, пойдумает. Ну и это... Теперь вот надо вот эту туйку выкопать, а туда посадить вот этот можжевельничек. И будет классно. Классно будет. Он тоже такой сорт, который, в общем, формируется. Он его можно формировать, самому крону его. И тем более, вот он растет в горшке. Он не то, что с комом земли, там пересыхает, недосыхает. Ну, сейчас такой вот, да. А этот в большом таком горшке посажен. И у него прям видно, вот у этого можжевельника все кончики бледно-бледно такие вот зеленые, вот как вот у елочки отрастает. Видно, что он растет. Поэтому и чувствует он себя прекрасно видно по растению. Ну, вот мы его взяли. Вот. А еще что мы взяли? У меня, что он там еще взял. Взяли удобрение для газона. Мы не знали, что газон еще тоже надо удобрять. Он у нас растет, да и растет этот газон. Мы его подстригаем, поливаем, да и все. А здесь она говорит, да, обязательно вот это вот рассыпьте и будете поливать. У нас же брызгалка есть. И вот это мать воспитывает. Глеб, мама уходит. Глеб, иди маму верни. Сейчас, сейчас. Иди, иди верни. Глеба. Баба, смотри, я урожай зато принес. Ну, молодец. Иди маму верни. Мам, ты куда? Стой! Шкодливый. Вот хороший мальчишка. Хороший, вот нормальный такой пацан. Вот характер у него. Вот сказал? Нет. Все, нет. Хоть вот с ним что. Иди маму верни. Побежал возвращать. Ну, и вот вернул маму. Настоящий мужик. Быстро вернет. Ну, и вот так. И вот взяли вот это вот удобрение для газона. Вот. А потом поехали в Мегастрой. В Мегастрой взяли краску. Надо окно покрасить. И этот, который краской, короче, не пахнет и быстро сохнет. Вот здорово сейчас так. Покрасил, как будто ты и не красил. Раньше, помню, мама с папой, когда... Да и я еще, когда дома вот так, свой дом был, жили. Покрасишь там на целые сутки куда-то там. Или уходишь, или что-то где-то. Потому что вонище невыносимое. А сейчас под носом тебе красят. И даже не чувствуешь, что это краска. Ты куда, Оль? А что? А, ну мы сейчас тоже тогда придем. Пошла мать, здесь сделала. Оля, а ты куда вазочку эту делала? Ну, вот этот кувшинчик-то. Вот, где овощи. Где? А, ага. Ну и, короче, купили мы этот, вот эту вот, она нашла. Я же вам вчера говорила, что вот эту кувшинчик перевернутый, чтобы из него как бы вытекали цветы. Это очень красиво. Ну и вот. И... А в Мегастрой поехали, купили вот эту краску. Вот, купили цемент, Саша сегодня. А палубку ставит, завтра заливать будет. Вот, ой, пашут все, пашут вообще-то. А я насобирал овощи. А Глеб насобирал овощи и фруктов. Ну, это, что, пошли домой, Глебка? Урожаем? Ты вот с этим урожаем тебя маманя в дом не пустит. Почему? А зачем он там нужен, Глеба? Ну, ладно, шучу. Ну, и молодец, что шучу. Все, пойдемте домой. Сейчас там мать красить будет, и мы к ней прилепимся. И будем есть отжать. Ну, мы сегодня, вот опять же, вечером сняли, все ковры сняли. Олечка быстро пол везде помыла. Потому что под коврами все равно пыль собирается. Как ты их не пылесосишь, а под коврами все равно пыль. Она быстренько пол везде помыла. И завтра, сказали, заедут, заберут в химчистку ковры. И это через, сказали, 3-4 рабочих дня. Ну, короче, через 3-4 дня вернут нам их. Но зато уже ковры будут чистые. Ну, вот как-то так. Сегодня день. Вот, знаете, мне кажется, в последнее время никогда еще такого дня не было. Такой день, ужасный день. Мотаемся, мотаемся, мотаемся. Ужасный? Ужасный. Ага, нормальный день, что ли? Нормальный. Ну, и сегодня... Да бывает просто. Бывает. Ну, ладно, пойдем к матери. Это роль не играет. Какой день, какой день. Хоть даже если ты ездишь, он все равно будет хороший. Ну, конечно, каждый день хороший. А вот про ураган, это плохой. Ну, когда ураган был, это плохой день. Или циклон, или смерть. Да, это плохой. Или другие явления. Да. Хам, хам. Ну, все, пойдемте к матери. Вот. Ну, вот. Ну, вот, доча моя перебралась с клумбы на окошко. Как курочка на насестье уселась. Надо вот этот вот оконный проем покрасить. И купили сегодня уголок. И уголочек наклеить. И это. Все нормально будет. А потом уже цветочки переставим. Кто-нибудь. Сейчас дам. А, цветочки мои. Я сел. Мои ждут десерт. Молодец. Сейчас дам десерт. Он ждет. Принц наш. Этот. А вот цветочки переставили сюда. А вот те должны стоять вот там. Вот. Вот так. Вот так наш камин смотрится. Вот. Но этот. Горшки мы сегодня не нашли. Вот тот, который горшок нам, например, понравился. Очень понравился. Большой горшок, он один такой. Вот. А остальные такие же, как вот этот горшок большой. Остальные маленькие. Нам маленькие не подходят. Нам нужно два одинаковых. Вот. Ну и, короче, не купили мы. А другие горшки посмотрели. Ну, красивые они. Может, даже мы их купим, да? Черные вот эти оригинальные. Ну, единственное, они нам по диаметру подойдут, не подойдут. Ну, подойдут нам. Хочется, чтобы он, знаешь, свисал. Ну, да. Ну, красивые горшки, оригинальные, ну, дорогущие. Там из чего они сделаны? Пластик. Обыкновенный пластик, просто сделанный. Мама, нальем водички? Сейчас нальем, иду. Просто сделаны оригинально. И вот, они почем по 6500. Дорогие. Ну, ну, ладно, пойду воды наливать. Могу, вещи, башу. Все, обслужила своего принца. Шоколадные рыбки. Баба Галя его все обеспечивает рыбками шоколадными. И он им показывает вам. Маленькие, маленькие. Это как они, Оль? Как это печенька называется? А, крекер, да. Господи, крутится на языке. Крекер, ну, в шоколаде вкусные. И это мармеладок несколько штук. Там так прямо полное удовольствие. Поужинал теперь. А мне десерт. Ну, и вот сейчас Олечка покрасит. И будет у нас красота. Уголочек Саша оденет там. И все. Теперь шторочка нужна. Ну, насчет шторочки вроде уже порешали. Не знаем, как долго она будет шиться. Но это... Порешали уже все. Ой, вот так вот. Целый день. Вот, Оль, который день у нас уже вот такая канитель. Что-то прям канитель, канитель. Всем канителям канитель. Вот радует меня только вот эта вот красота моя. Орхидейки мои. Вообще красота нереальная. Вот смотришь, прямо глаз радует. Ой, какая красота. Они так долго цветут. Мне кажется, ни один комнатный цветок так не цветет. Да, Олечка? Долго-долго цветут. Прям очень долго. Один вот сейчас у меня отцвел, который Олечка мне на 8 марта. Вот она на 8 марта дарила. Вот он отцвел. И то Оля говорит, мама, он не отцвел. Смотри, там цветоносик продолжается. Ну, посмотрим, что там с него будет. А, вон тот он. Вон он стоит. Один цветочек уже остался и все. Вот. И вот его надо пересаживать. Я бы, например, даже не хотела бы, чтобы у него этот цветоносик был. Надо пересадить его, да и все. Потому что мне кажется, им плохо вот в этих вот горшках магазинных. Маленький-маленький вот этот кулечек там бумажный. И нужно им и грунт, и все это сделать специальное. Поэтому хочу я пересадить. Пусть бы он уже и не цвел. Ну, вот так вот. Вот так вот и трудимся все вот эти дни. А Игорь, о, что у нас как разросся. Оль, ты заметила, что он разросся? Оль. Ага, листик вон желтый надо будет обрезать. Что-то я не замечала этот лист. Он, наверное, как, ну, стоял туда. И как не. Оля. Ой, ничего путного не услышишь. Надо вот листик вот этот вот убрать. А этот там, вон, Васенька стоит, выглядывает. Вот почему-то, мне кажется, если мы лампочку не заменим, Васенька нас, наш, это, ну, короче, плохо ему будет. Хотела сказать, чисто по-своему, да неудобно на камеру. Вот так вот. Замрет все. Замрет, да. Ну, вот. А еще неудобно. Ну, вот как-то так получилось. Василия, надо туда, Игорюха сюда. Игорюша сюда. Игорюша сдохнет тоже. Ничего неудобно. Ну. Лелешечка моя. Зайчик мой. Солнышко мое. Лапочка моя. Доча моя маленькая, хорошенькая девочка такая. Я тоже понапахался. Ты тоже понапахался. Ты мое золото. С камнями работаю. А, ну да, ты же все сад камней делаешь. Ты моя рыбочка. Что урожай. Что урожай. Ты себя закрыл своей коленкой, тебя даже не видно. Коленку видно тебе. Что урожай. Что вот это сад камней. Да, прям одни пахари у нас. Ну, одни пахари. Ну, бабу-то сегодня они уходили. То нам помогать. Я говорю, меня-то они сегодня уходили. Вот сегодня бегала-бегала, бегала-бегала. Понемножку нужно приобретать что-то. Если что-то увидишь вот так вот, ну, то, что не портится. Я очень люблю какому-то торжеству брать заранее. Вот когда пойдешь закупаться разом, такая сумма уходит ужасно. А так вот постепенно, когда берешь, нормально. Уходит, в принципе, то же самое, но не так заметно. И не так вот это вот как-то. А так мы сегодня вот такое мясо купили. Да, Оля? Шикардос. Мяско купили. Да, там, это, оливки купили. Вот такое вот. По мелочам вот купили. И уже нормально, уже что-то приобрели, короче. Ну, вот так вот. Саша пошел садить можжевельник. Сейчас, говорит, ямку эту выкопай. Олечка тебя позову, вместе будем садить. Правильно делает, подстраховывается. Чтобы если что-то где-то не так... Олечка же руководила, руководила. Вот там, видите, какой-то уже контраст. Бело с черным. Красота. Разрешите доложить. Яма готова. Разрешите доложить, яма готова. Погребать будем. Давайте. Все, пошли они садить можжевельник. Ну вот, все довольны. Для истории. Для истории, да. Вот, можжевельник будет. Может, кстати, можжевельник здесь будет и лучше. Манюня, если тебе холодно, что ты выперла? Сами на ручке просят. Ага. И будет теперь у нас не домик под елочкой, а кустику домик. Ну и ладно. Ага. Ну давайте, садите. О, вот так вот остается. Надо, наверное, компоста в ветру, что ли, поместить. Классненький можжевельник. Подожди. Подожди. Вот, вот эти вот светленькие. Вот это вот растет он. Смотри, корни сколько, да? Молодые корешки, смотри. Ну. Сильно много-то, наверное, и не надо, Саш. А? Сильно много не надо, наверное. Смотри, только-только встает. Смотрите, компост вроде уже сами собирали. Иголка, шприца. Да ты что? Не знаю. А что ты на меня сразу посмотрел? Потому что у нас у кого есть талант путать ведра и все, вот, и все собирать. У кого? У кого? Молчит, он не знает, у кого. А вообще, мне кажется, он тебя подозревает. Я так тоже кажу. Видишь, на прямой вопрос молчит. Сад, а у кого талант такой? Кто бы это мог быть? Я же не знаю, даже не догадываюсь. Не догадываешься? Нет. Теща, наверное. Ну, точно, нет. Что, вот так вот, смотри, он вот так вот, более-менее царевый. Здесь даже веточки висят, да? Угу. Или развернем другой стороны. Да, мне кажется, он разлопошится. Да, мне тоже кажется. Да, конечно. Какая разница. Да, мне тоже так кажется. Если как туйка, то... Чего ты болтаешь? Какая, говорит, разница? Если как туйка, то и так сдохнет какая. Жалко же. Мне вот туйку жалко. Мне тоже туйку жалко. Ну, а что теперь плакать наденешь? Смотри, смотри по огурцам-то. Ага, там у Саши огурчики, ага. А помнишь, как он дугой сделал? Мосяка туда. Залезла и выглядывает. Сильно много-то, мне кажется, не надо. Вот эти вот... Как их... Они вот где там растут, эти можжевельник-то? На горах где-нибудь? Что думаете? Ну, там на возу-то нигде нет. Там по горам коровы-то не шарятся. Нет? Нет. А козлы горные? Горные козлы. Знаешь, как дуют? Да. А это вообще можжевельник. И что? А где он растет вообще? Там. Да иди ты там. Давайте. Батя, смотри, ты вообще выполнил все правила жизни. Посадил дерево, родил сына, построил дом. Ну, курятник, это тоже дом. Ну, а что домик? И первое дерево сдохло твое, ну, главное, посадил. Пусть второе, может, второй сын будет. Кто его знает? Никто ничего не знает. Бать, ну что, я не правда сказала? Дерево посадил, сына родил, дом построил. Ну, всё как надо. Всё окей. Вот теперь у нас есть можжевельник. Ну, вообще, мне этот кустик нравится прямо даже очень. У него такие листики мягкие. Ну, такие же, как утулки. Утулки вот, а вот эти вот, которые высохшие, да как огоньки. Ну, этот засохнет, он знаешь, какой колючий будет. Слушай, у можжевельника обычно ягодки созревают. У этого тоже ягодки будут, смотри. Да. Его надо поливать, наверное, да? Надо прочитать про него, как часто поливать его. В магазине сказали, даже вот учитывая, что вот прям если сильный-сильный вот прям в руках, ну, не умеете прям совсем ухаживать, он выживет у вас поливать. Да, вот этот парень говорит, вот этот сорт можжевельника, что если вот, ну, совсем рукожоп, совсем. А вот видишь, я промолчала. Ну, ну, а что, если руки не оттуда, совсем растут, всё равно он выживет. Ну, посмотрим, как нас... Пусть не знает, с кем связался. Пусть не знает, с кем связался. Поэтому поживельник один год. Не могу я, ну да. Вот. Красавчик, чуть-чуть. Не надо. А? Чуть-чуть. А мне кажется, не надо, польёшь, пусть... Он же кур не туда будет пускать, ему ямка должна быть. Может быть, тот у нас сдох, ребята, мы ему ямку не сделали. Слушай, а чё он зимой сдох? Вот зимой без ямки он сдох. Всё лето без ямки он как-то жил, а зимой приставился. Почему? Зима без снега была, а может поэтому ещё? Чё, промензал? Может быть. Ну, бетон здесь не настолько глубоко. Здесь зато не прогревается зимой, аж вот до половины этого. Да, да, да. Огорода. Вон, батя говорит, домик у... Вот опять же дом построил. А это ты строила. Это я дом строила. Это ты дом строила, Олечка, строитель. Вон там он однокомнатный, но хорошенький. Внутри он там, батя, внутри свечку ставит и зажигает её. Вон, так, электричество провели. Крышу поставили. Вот так бы дома строились, да? Чепонька готов дом. Зайку ещё. Вот так, да. О, смотри, как красиво. Такие композиции. Ну и бог с ним. Каменный домик в лесу. Бать благослови, да и пусть растёт с богом. Вот так. Всё теперь будет расти. А вот туйку ты не благословлял. Вот она и... А может быть благословлялся. Да, конечно. Так тогда надо было сейчас не благословлять. Ты его знает. Так и сказать. Может, корову идут. Загнётся в оживельнике. Ну и не говори. Если этот загнётся, то третью благословлять не будем. Не будем. Ну, вообще красивенько, да? Вот раз и сразу заиграл кустик. А то вот это вот стоит, вот этот куст. Чё? Лёха попала. Чё, Монька гоняет. Ну всё, пойдём. Сейчас я вам покажу мимо, будем проходить лягушку. Покажу. А, это гномика завтра. О, подстриг, Саша, газон. Газончик зелёненький, классный такой. Олечка вот сюда перенесла грибочек. Объеду. Это, говорит, мама черепаха. Детёныша ей надо вернуть. И принёс маленького черепашонка, поставил рядом. Ага. Это же, говорит, мама. Мама черепаха нашла черепашонка. Это вот у нас черепашонок этот был вот там, около теплички. И как раз он к маме. Вот с мамой соединились. А это гриб. А это лягушка. Классная такая лягушка, как живая. Даже лапочки, смотри, как у неё сделаны классно, да? Чё там ты смотришь? Да, чё-то как пропал, да? Лёш, вот тебе пить, бедолаги, больше негде. Вот только вот здесь вот. Лягушка вообще как живая. Классная такая. А здесь вот птичка сидит. Кстати, вот этой птичке надо не вот эти камушки подставить, а типа как-то как веточку какую-то или гнездо какое-то сделать. Лёха, смотрите, вот надо же туда прям залезть. А потому что у нас летом там плавают рыбки, и вот они все так охотятся за вот этими рыбками. Они просто не теряют надежды осушить это всё. Да, они не теряют. И там уже рыбок взять живьём. Да, 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 они действительно не теряют надежды. Они пьют и пьют. Они вчетвером оттуда пьют, пьют, пьют. Надеются всю ёмкость выпить и рыбок всё-таки поймать. А рыбки-то им не даются. Рыбки на дно залягут и всё. Так что, Олечка... Лёша, беги, ты получишь сейчас. Он Мася не будет. Мася идёт, сейчас кому-то будет. Мася, самая строгая у нас кошка. Там следом Люся. Откуда? Монька молодец. Монька на их всех строит. Лёша, скажи Монике спасибо, ты бы сейчас получил. Лёша, вот смотри. Лёша, Лёшка, блюсь. Да, водосбор цвет набрал, я видела. Пойдём, Олечка. Глебка, а чё ты гусачка на это... Сажаешь газон, как приём. Лебеди сегодня такого красивого. Очень красивого лебедей. Ой, ну ему и пёрышко. Каждая пёрышко. Оля, ну ему и цена. 21 тысяча. Да пусть он там 17, а другой, значит, 21. Ну и 17 тысяча, это тоже, знаешь, сумма. Пусть он сидит там и, знаешь, выпаривает. Это очень дорого, очень и очень прям. Лёшенька. Зашуганный. Он всех боится. Три кошки, один кот. И его любая кошка, которая захочет, пошугает. Бучкает его. Оль, смотри, сразу вот кустик посадили, как красиво. Да? Ну да. Сразу сказка. Вот отрывочек, так, фрагмент из сказки. Та-тарам-там. Пойдём домой. Та-тарам-там. Ага. Ну вот, закончила дочь окошечко. Окошечко. Ещё на третий раз. Ну, короче, на два раза покрасила. Но оно уже красивенькое. Даже очень красивенькое. Ну, сказал, ещё завтра контрольный выстрел будет, короче, третий раз. На третий раз покрасит. И всё, и будет шикарно. А потом уже Саша уголочки наклеит, и всё, и будет классно всё. Ну, вот и всё. А вот уже на улице темно-темно. Он за окном, вы видите. А Саша где-то на улице у нас. Где он? Что он делает там? Ага, пока, говори. Пока-пока. 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 Сюда посмотри, скажи. Пока-пока. Ага. Ну вот, на вот этом вот и всё. Саша ещё на улице где-то. Ещё во дворе там. И ещё делами занимается. Я же говорю, что-то пахота пошла прям нешутейная. Поэтому давайте всё. Всем пока-пока. Всего вам доброго, светлого, человечного. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Которые выходят каждый день, в которых мы рассказываем о буднях нашей семьи. Мы вас всех любим, целуем, обнимаем. До завтра. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, говори. А воздушные поцелуи. Ну, по-нормальному давай. Хвостун. Субтитры сделал DimaTorzok